Ну что, хочу еще раз поздравить всю страну с прошедшими праздниками. Вчера на самом деле с тоской и с такой доброй завистью наблюдал за тем, что происходит в Бельцах, Фалештах, Дандюшанах, позавчера в Басарабяске. И тронул меня момент еще в Басарабяске позавчера, когда пела Ирина Круг песню вместе с покойным Михаилом Круг. Ирина тогда пела и плакала. И как бы, ну то есть куплет она, куплет он, понятно. Значит Михаил пел ее как бы на экране. Вот. Потом вчера Аня Лорак просто красотка. Карлос Дримс похоронили всю молодежь в Бельце из соседних районов. Рождество красавчики. Огромное спасибо Санстрон Проджек, Паше Парфеней, Нелле Чубану, Доредос, местным коллективам, которые участвовали абсолютно во всех городах. Ну вчера было на самом деле очень, я считаю, очень круто. Вот. Вот. Ведпись и на онлайн. Не буду говорить про кого я. Парень душевный один. Так. Ребят, ну что, делаем репосты, пожалуйста, те, которые уже онлайн. На самом деле, благодаря вам, вчера сотни тысяч людей увидели все мероприятия. И хочу поблагодарить всех тех, кто постоянно делает репосты в фейсбуке, в одноклассниках, в других социальных сетях. А, в других социальных сетях. Значит, потому что, как бы, без вас я не могу довести месседж до всех жителей страны. В Бельцах вчера чуть, кстати, получилась штанга с салютом. Там что-то произошло с оборудованием. Вот. И там салют был только процентов на 25-30. Но ничего на ближайшем празднике, там, День независимости, наверное, исправим ситуацию. То есть, хочу от всего сердца выразить благодарность всем тем, которые голосовали. Ну, если это можно назвать голосованием. Но вчера, когда задал вопрос, я говорю, ребят, честно, так как подсказывает вам ваше сердце, те, кто меня поддерживает, кто за то, что я должен двигаться вперед, пожалуйста, включите телефоны. Только искренне, когда тысячи, десятки тысяч людей включили телефоны, я на самом деле был растроган до глубины души. Короче, что хотел с вами обсудить, дорогие друзья. Так, сейчас посмотрим на втором, если идет, все окей, тут по трансляции, а то что-то. Вот. Так, ага, вижу, идет. Вот, в общем, я несколько раз в своих анонсах говорил о том, что провожу серьезную работу и готовлю документальный фильм расследования, который я несколько раз переносил. Мне многие пишут, в личку пишут сообщение, что, Ренат, ну вот фильм там, ты обещал, там, не делаешь, там, делаешь и так далее. Значит, ребят, все в порядке, просто я не ожидал, что объем фактуры будет настолько... Настолько объемным, его, он у меня, особенно последние дни, там, даже не дни, последние недели полторы-две обрабатывается круглосуточно. Вы, понимаете, очень сложно слушать, там, понимаете, когда вы слушаете 2-3 часа концерт, там даже хороший исполнитель, но все равно физически устаешь. А я слушал концерт разных голосов, все эти голоса, ну, могу вам сказать, что они однозначно неприятны для меня, по крайней мере. То есть, меня тошнит от этих голосов, но для того, чтобы нужно было слушать целиком, нужно было изучать более тысячи документов. Плюс, знаете, фильм думал, ну, коротко, как бы, пройдусь по основному, фильм будет на 40 минут. Потом он получился на час 10, потом он стал на час 45, сейчас он получается уже 2 часа 10 минут. Значит, есть идея разбить это по серии, ну, как бы, я же не собираюсь там, скажем так, ну, нет у меня задачи устроить шоу, да, из этого фильма. Я хочу просто, чтобы вся страна знала правду про самую опасную группировку в Республике Молдова. Понятно, кто ее возглавляет. Потому что было очень много версий, рассказов, есть очень много позиций. Большинство из них, я вам скажу, что это чистая правда, то, что слышу от разных аналитиков, комментаторов, некоторых политиков. Но, ну, нужно все отдать целиком, и там кто-то посмотрит, например, за один день все. Значит, вовсе плохотенько, например, я знаю, что будут смотреть всю ночь, еще к утру должны будут дать аналитику, посмотрят за один раз. Вот, в общем, хочу извиниться за то, что фильм немножко затягивается, за количество информации. Я хочу, вам сделаю небольшое представление, все-таки кое-какое понимание, что у вас было. Значит, у всех людей дома, вы знаете, есть разные комнаты. Ну, например, там, у кого-то в доме три спальни, у кого-то одна, у кого-то пять, у кого-то малосемейка, у кого-то хрущевка. Ну, все как-то называют комнаты по-своему. Ну, основное количество людей их называют одинаково. Там, все мы комнату, в которую идим, называем кухней, которым спим спальней. Кто-то называет комнату отдыха залом, кто-то гостиной. У меня все названия эти, к сожалению, изменились за последний год. Я объясню вам почему. Значит, у меня появились комнаты. У меня появились комнаты, я, например, одну комнату я называю сигнал. Другую комнату я называю ватсап. Третью комнату я называю трима. Значит, есть комната, которая называется все почты мира, да. То есть, в каждой комнате, сейчас вы поймете, почему я их так называю. Значит, вот сейчас, например, мы находимся в комнате. Эта комната у нас называется, значит, эта комната называется сигнал. Значит, вот что находится в этой комнате. Я покажу так, только не в обиду, я не буду делать крупный план, потому что кто-то прочитает, кто-то сбежит из дому, кто-то сбежит из страны. Поэтому близко я показывать не буду. Все это вы увидите в детали фильмов. Так, ну что, значит. Комната сигнал. Вот примерно как выглядит комната сигнал. Значит, где, в которой находится, значит, я это делал крупным планом, значит, в которой находятся документы, ну, за которой люди должны сидеть в тюрьме, в которых они фигурируют. И вы поймете, когда это выйдет. Значит, вот комната сигнал, еще раз покажу. Значит, вот оно, как выглядит. Значит, из комнаты сигнал мы переходим в комнату прессигнальную, где тоже вы видите все эти документы. Значит, я надеюсь, было понятно, да, о каких документах и о каком сигнале идет речь. Ну, так, есть сигнал. Те, кто с ним связаны по жизни, разбираются. Значит, здесь находится интересный момент. Значит, мы переходим в комнату тоже прессигнальная. Значит, здесь уже, по-моему, уже идет комната. А, где, по-моему, так, это другие сигналы. Значит, тут трима. Значит, трима. Опять сигнал. Значит, дропбоксы. Тут есть. Ой, а тут вот коллекция у меня вообще уже. Тут классика, знаете. Тут классика. Вот здесь у нас уже ватсап. Это комната, которую я называю комнатой ватсап. Комната сигнала, трима. Что-то там. Иногда я ее называю вайбером. Вот, значит. Ничего так картинка, да? Так. Значит. Вступление как вам? Ничего так вроде, да? Для начала. Вот. Значит. Есть. Сань. А там то, что на улице убрали все сейчас или есть сейчас еще? Сань. На улице то, что было, убрали бумаги или остались? Есть. Так, красота, да? Значит. Значит, эта красота, которую вы сейчас все видели, и разные названия комнат, они, значит, будут переведены. Значит, это выйдет все на русском языке, и это будет переведено также на английский язык, для того, чтобы международные организации, как бы, ну, не усложняли себе просмотр при помощи переводчиков и так далее. Но будет прикольно. Вот. Сейчас пойдем в комнату, называется комната стереофоническая. Идем в комнату стереофоническая. О, здесь в комнате стереофоническая находится один инженер, специалист. А? Мы в лайле. Сколько часов видео обработано сейчас? Предупреждает. И предупреждает. Мы же анонс, я не показывал еще. Никаких кусков ничего не устали. Половину прошлого года же переходим на ныне. Видите, режиссер один, постановщик. Значит, сколько, сколько, Саня, с кого года? С какого по какой пока сейчас? Готово тоже. С июля по декабрь 16-го. На. Значит, все аудио. Ну, вот в стереофонической комнате обработаны все материалы. С июля 16-го, да? С июля по декабрь 16-го года все обработано. Вот. Значит, там тоже прикольно. Голоса таких нехороших людей. А так этот... А так все нормально. И вообще я вам скажу, что вот вижу многие вопросы, чей я аста, что это и так далее. Ребят, это называется... Это называется очень просто. Это называется доказательная база для новых уголовных дел. Значит, причем... Как бы на наших дармоедов там особо надеяться не получится. И вы в фильме поймете почему. Но то, что связано с другими странами, где есть смысл проводить расследования, возбуждать уголовные дела и так далее, то это будет как бы... Ну, будет очень прикольно. Будет очень прикольно. Поэтому, значит... Поэтому, значит, я вам желаю запасаться сникерсами, попкорном. Где-то могут даже... Можем даже где-то на улицах установить... Может, пару экранов где-то сделаем в разных городах и поставим аппарат для попкорна, для трудового... Еще пару поступлений и новый дом будет. Ага. Пару поступлений и документы надо будет новый дом будет. Слышите, что Петков зажигает? Петков говорит, еще два-три поступления документов и надо будет арендовать уже дома соседние. Как бы, чтобы это все расположить. Вчера, кстати... Вчера, кстати, попали в такую... Попали... Не вчера, позавчера. Попали в такую штангу. Значит, короче, сидели смотрели. Ну, вы понимаете, когда смотришь. Прослушка относится к какому году. Надо посмотреть, что было в этом году. Нужно посмотреть, кто что писал в том году. Как была реакция СМИ. Что происходило со мной в то время. Ну и так далее. И, короче, давай мы взяли забор где-то длиной там 80 метров. И на этом заборе, короче, давай все расклеивать. Ну так удобнее, говорю, потому что на полу реально спина как бы болит. А я человек уже как бы маленько в возрасте. Вот. И что вы думаете? Наклеили мы весь этот забор. Два метра высоты, метра восемьдесят длину бумагами. И ходим так, говорю, вот это оттуда, вот это. И начинается. Один листок перетаскиваешь в другое. Значит, часть держалась на магнитах. Часть, короче, ставили на суперклей. И что вы думаете? Все установили, начали работать. Короче, пошел дождь. И, короче, в общем, уже спалили два принтера для... Во время всех этих репетиций. Значит, опять вопрос, что это там, когда и так далее. Ребят, еще раз я говорю. Это, значит, это документальный фильм, который обещал. И для тех, кто подключились позже, сделаю еще один небольшой экскурс. Значит, по комнатам, которые я называю по-своему. Так. Значит, мы находимся с вами в комнате WhatsApp. Значит, WhatsApp. Там часть комнаты, я называю WhatsApp, часть Dropbox. И дальше комната Signal. Signal. TRIMA. Бляк, где Viber, куда мне идти? Вот. И, короче, такая ситуация. Ну, а здесь маленькая комната. Значит, это маленькая комната, потому что здесь, как бы, не... Значит... Ну, нужно оставить место для отдыха. Значит, чтобы вы понимали, вечером это все убирается. Вечером это все убирается. Значит, выставляются другие. И вот так по новой. Поэтому, я надеюсь, вы понимаете, какой это на самом деле адский труд. Просто это отнимает абсолютно все время. Вот. Поэтому, в общем... Так, идем назад. И там сейчас... Можно все откомментировать и так далее. Параллельно смотрю за вашим вопросом. Ребят, в общем, продолжаю работу. Буду держать вас в курсе. Значит... Все... Все задокументировано. Значит, уже подписано. Так, кое-что нужно разложить. Ты же сказал, что это не скриншот, а перехват. Вообще не понимаю, о чем вы говорите. И вообще не имею отношения ни к каким этим... Вот, чтобы меня сейчас не начали в чем-то обвинять. Хватит. Это... Бездарно продержали. В тюрьме, я помню, тогда... Двое суток за переговоры между Шором и Филатом. Поэтому, короче, как бы не... Не имея никакого отношения. Вот. А все, что откуда... Откуда прилетело, где приземлилось, где хранилось. И так далее, вы все увидите. Поэтому, ребят, в общем... Еще раз огромное спасибо за ту поддержку, которую получил вчера от вас. Получил огромную... Огромное количество положительной энергии. Вот. И поэтому... Значит... Запаситесь с терпением. Делайте, пожалуйста... Репосты. Вот. А сейчас дружно все, кто смотрит сейчас онлайн, могут, например, написать одно доброе предложение. Я слышал, правда, уже там, по-моему, 14-го числа там даже какая-то поэзия появилась там такая... Лирическая там... Арде... Лачи не ванчава... Поэтому... Не могу произносить то слово, просто видел, что мама... Подсоединялась, и она онлайн. Но, как бы... То, что первое слово арде, это 100%, а что идет после него, вы тоже прекрасно знаете. Поэтому... Трояс к попору... Мой семь... Фачес репостур... Информа... Туата цара диспши сентемплан реалитати... А, важный момент. Хочу от всего сердца еще раз поблагодарить тех, кто участвовали на акциях на юге в Камраде в субботу и в воскресенье в Бельцах. Я про протест. Несмотря на то, что полиция блокировала, привезли там кучу спецсредств, тормозили автобусы и маршрутки при везде в город. Поэтому... Поэтому... Поэтому, как бы, многие не доехали, но все равно огромное спасибо тем, кто участвовали. Ребят, я не обижаюсь на тех, которые застряли в пригороде, это не ваша вина, это вина тех, про которых будет Уольт Дисней. Уолт Дисней. Вот. И поэтому, ребят, всем хорошего вечера. Вас люблю. Настроение у меня шикарное после вчерашнего дня. С Богом, куда мне ожет. Не надо бояться. Сила в правде. Версий много. Информации может быть много. А правда, она одна. И она всегда восторжествует. В моем случае, я делаю все, чтобы она все-таки восторжествовала при моей жизни. А чтобы она не восторжествовала при расследовании внуков или правнуков. Поэтому... Люблю. Хорошего вечера. Вот. И, короче, смотрите, будет прикольно и интересно. Все, ребят, пока. Пошел дальше работать. Темнеет просто. Уже с Ship carried Uhlee и Dual erstей .